Большое спасибо, уважаемые коллеги. Как известно, тема метастатического поражения головного мозга в последнее время приобретает все большую и большую актуальность. Это связано, во-первых, с тем, что увеличивается часто выявляемых метастазов головного мозга за счет повышения роли МРТ в ранней диагностике, увеличивается продолжительность жизни больных благодаря успехам противопухолевой лекарственной терапии. И к тому же, учитывая, что в последние годы увеличивается число исследований рандомизированных, одним из главных критерических случаях, к сожалению, в них является метастатическое поражение головного мозга. И скрининг опухоли поражения головного мозга позволяет на ранние этапы выявлять больше числа больных без симптомов метастаза в головном мозге. Что касается опухоли поражения головного мозга, именно метастатического, на первом месте здесь стоит рак легкого. Почти половина пациентов с метастатическим поражением головного мозга имеет первичную локализацию опухоли внутригрудной локализации, рака легкого. И вот если взять именно рак легкого, то опухоли ЦНС стоят на первом месте среди очагов дистантного метастазирования, до 47%. На втором месте это кости, и печень, и легкие надпочечники уже реже. Что касается влияния морфологии опухоли на частоту метастаза в головном мозге. Конечно, ведущую роль играет, наиболее часто исходно поражает головной мозг, это у больных мелкотеричным раком легкого. Уже до 24% установлено первичного диагноза метастаза в головном мозге. У больных не мелкотеричным раком легкого несколько реже, до 10% при первичном установлении диагноза поражения головного мозга. Однако в дальнейшем, в процессе лечения, в процессе терапии, уже до 40% больных имеют риск метастатического поражения головного мозга в группе не мелкотеричного рака легкого. Отдельное освобождение опухоли процесса – это лептоменигиальные метастазы. Они выявляются примерно у четверти больных не мелкотеричным раком легкого и примерно у 5% больных не мелкотеричным раком легкого в процессе развития заболевания. Ну, что касается рекомендаций НССН и РУССКО, они хорошо вам всем знакомы. Касаются лечения олигометастатических поражений головного мозга до трех очагов. Здесь ведущей роли играет хирургия при солитарных метастазах или симптомных метастазах головного мозга, стереотоксическая радиохирургия и обсуждается проведение лучевой терапии на весь головной мозг в дополнение к хирургии или к радиохирургии. В лучевой терапии на весь головной мозг, опять же, проводится при невозможном проведении или хирургии, или радиохирургии, в исключении в связи с структурными особенностями опухолями или вокализацией в стволе мозга, в других жизненно важных структурах. Если более трех очагов головного мозга, то здесь стандарт во всем мире – это лучевой терапия на весь головной мозг. Хотя в последние годы появились исследования, показывающие, что до 10 очагов головного мозга можно проводить стереотоксическую радиохирургию без уменьшения медианной выживаемости пациентов. Такие исследования были поправлены на Конгрессе АСКО в последние годы. Но опять же, хирургическое лечение возможно у больных даже с нужными метастазами. В случае, если имеется массовый эффект, симптомные метастазы. Но здесь очень важный момент, что если есть дальнейшие резервы лечения, системный контроль заболевания и возможны дальнейшие радиохирургии или лучевой терапии на весь головной мозг. Ну, как я сказал уже, локальная терапия – это стандарт первой лечения. А что касается роли системной терапии, она до сих пор еще в мире не является стандартом для лечения метастазового поражения головного мозга. Так как нет ни одного лекарственного препарата, который был зарегистрирован показанием именно метастаза в головном мозге. А вот что касается лучевой терапии, к сожалению, возможности ее по увеличению медианной выживаемости пациентов не очень высокие. Если взять самую наиболее частую подгруппу пациентов, это вот второй класс РПА, две трети пациентов, то медианная выживаемость при проведении лучевой терапии не превышает, к сожалению, четырех месяцев. Это связано с тем, что в основном большинство больных погибает от системно прогрессированной болезни. И вот как я сказал, что большинство больных исключается из клинических средних паном препаратов, противоопухолевым. И раньше из-за чего это все была такая проблема? Только в последние годы ситуация стала меняться в лучшую сторону. Раньше считалось, что основная проблема для лекарственных препаратов – это гематонсифалический барьер, который мешает проникновению их в ЦНС и эффективному лечению. Поэтому ранее изучались препараты, которые проникали с большей способностью и имели возможность проникать через гематонсифалический барьер. Это вначале нетрозопроизводные в 80-90-е годы прошлого столетия, потом темазоламид. Но они, к сожалению, не увеличили медианную выживаемость пациентов, потому что, к сожалению, скажем, при раке легком, в том числе не имеется, что эффективность их очень низкая. И к тому же, даже при существовании с лучевой терапией, хоть и эффективность лечения несколько увеличивалась, однако все равно это не влияло на продолжительность жизни пациентов и на качество их жизни. Поэтому, учитывая, что эффективность низкая, медиана выживаемости достоверно не увеличивается, эти препараты ушли, к сожалению, в историю. А в последние годы, повсеместно, во всем мире, в США, в Европе, применяются схемы лекарственной терапии в зависимости от морфологии и биологических свойств перечной опухоли. И вот если взять генетические исследования последних лет, вот как и на этом сваде, вот при каждой вокализации и рак легкого, и рак молочной железы, и меланома, сейчас активно издутся поиски мишеней, мутаций, которые помогли бы нам проводить именно таргетную терапию, целенаправленную терапию для того, чтобы добиться максимального эффекта, не только системного, но и, возможно, и головного мозга в ЦНС. Что касается конкретного, в частности, подгруппы больных, немедленно, что минакома легкого. Ну, как известно, эффективность вочевой терапии у этой группы не очень высокая, примерно 20-30% частичных полных регрессий, и медиана выживаемости при одной вочевой терапии, по разным данным, от 2 до 6 месяцев. Но есть одна особенность, что драйверные мутации, которые преимуществом выявляются у больных аденокарцинома легкого. У азиатов они выявляются чаще, до 50% азиатов имеют шанс иметь мутации ИГФР. В нашей стране примерно 10% пациентов имеют мутации ИГФР. И здесь у нас уже есть спектр препаратов, которые используются. Это гифетиниб, эрватиниб, афотиниб. И вот как раз в последнем месяце зарегистрировано новый препарат осимертиниб, которым я потом подробнее еще остановлюсь. Транслокация ИЛК, РОС-1, они уже встречаются у больных аденокарцинома легкого, примерно от 2 до 5%. И здесь основной препаратов выбора – это кризотиниб. Что касается больных с мутациями ИГФР, какая их особенность? Во-первых, более высокий риск метастазического поражения головного мозга уже на первом этапе, на этапе диагностики. Как видно на этом слайде, примерно в 2 раза выше риск метастазов головного мозга уже на первичном этапе выявления опухоли легкого. До 25% больных имеют уже метастазы головного мозга. И потом тоже в процессе лечения тоже в 2 раза выше риск метастазов головного мозга у больных, имеющих мутацию ИГФР. Но здесь у нас есть данные многих исследований, точнее и наш собственный опыт, показывающий, что ингибиторы ИГФР, такие как ирватиниб, гефитиниб и афотиниб, дают довольно высокий процент объективного ответа в ЦНС. До 80-90% больных отвечают на терапию ингибиторами ИГФР, это без проведения даже лучевой терапии или радиохирургии. То есть очень высокая эффективность ингибиторов ИГФР, это малые молекулы, которые проникают в ЦНС, особенно высокая концентрация именно их в опухоли, потому что именно в зоне неопухолевого поражения, к сожалению, концентрация их низкая за счет работы эфлюкс-системы ЦНС. Но медианная выживаемость увеличилась где-то с 4-6 месяцев уже до 18-19 месяцев, по разным данным, благодаря использованию этих новых таргетных препаратов. Вот наш опыт. Значит, мы использовали ингибиторы ИГФР, также ирватиниб, гефитиниб, и медианная выживаемость 18 месяцев, полтора года, то есть примерно один год прибавка медианной выживаемости, и ответ головного мозга 75% полных и частичных регрессий в головного мозга при применении одной таргетной терапии. Если нет мутации ИГФР, в таком случае не имеет смысла назначать ингибиторы ИГФР медианной выживаемости 4 месяца всего лишь и ни одного объективного ответа. И вот клинический пример. Больная 50 лет, рак легкого, из Якутии. В 2060 году медициназы в головном мозге множественные, без признаков поражения других органов. И мутация 19-й в зоне ИГФР. И вот видно в этом слайде, что верхние два снимка, это до начала лечения ГИФТИНИБом, и уже через два месяца выраженная частичная регрессия и полное исчезновение клинических симптомов болезни. Уже через два месяца от начала лечения. Больная уже 8 лет получает ГИФТИНИБ и РЭСУ, с полной регрессией метастазов в головном мозге, по другим органам, также без признаков новых метастазов. И один важный момент. Через год после начала терапии ГИФТИНИБом, в тот момент еще была частичная регрессия опухоли, дополнительно была произведена лучевая терапия на весь головной мозг и локально, на области остаточных узлов. И тогда уже после этого была достигнута полная регрессия заболевания, которая была подтверждена и данными ПЭТ-КТ всего тела, и ПЭТ головного мозга с метионином. Что касается целой медианной выживаемости пациентов с мутациями ГИФР и ИЛК, вот новые данные, которые были представлены в США на АСКО. Медианная выживаемость с мутациями ГИФР достигает уже 20 месяцев больных, благодаря новым успехам терапии, а медианная выживаемость при трансфокации ИЛК даже 50 месяцев. То есть это довольно существенные успехи, благодаря введению именно таргентной терапии, практику. И вот опять же кривые выживаемости, вот синяя кривая – это трансфокация ИЛК, самая лучшая медиана выживаемости. Чуть ниже – это красная кривая, это ИГИФР здесь похоже. И самые плохие данные по выживаемости больных, у которых дикий тип, то есть без мутации ИГИФР и ИЛК. То есть здесь медианная выживаемость, к сожалению, не превышает одного года. Кроме того, что я говорил уже, шкафа РПР прогнатическая, сейчас в последние годы активно используется шкафа ИГИПЕ, которая, опять же, считывает возраст, статус больных по Карновскому, число метастазов головного мозга. И медиана выживаемости от 3 до 14 месяцев в зависимости от больной шкалы. Но вот последние данные, которые были представлены, опять же, в АНАСКО, показывают, что вне зависимости от количества метастазов головного мозга, самым важным фактором является, опять же, наличие мутации ИГИФР и ИЛК. Вот посмотрите на кривые, которые слева, это видно, что у больных, у которых единичный салитарный метастаз головного мозга, у них намного лучше медианной выживаемости, чем у больных с мощными метастазами головного мозга. Но только подгруппе больных, у которых нет мутации ИГИФР и ИЛК. А вот другие кривые, которые справа, видно, что они примерно сходятся. То есть это больные, у которых имеются драйверные мутации ИГИФР и ИЛК. То есть само количество метастазов в мозге, 1, 2, 4 или даже больше 10, оно не влияет на медианную выживаемость. Потому что здесь главный фактор – это само по себе наличие мутации ИГИФР и ИЛК, которые существенно увеличивают медианную выживаемость этих пациентов. Что касается последовательности лучевой терапии и гибиторов ИГИФР. Такое исследование было в прошлом году опубликовано. И оно что показало? Что стереотоксическая радиохирургия имеет преимущество, если она проводится до назначения гибиторов ИГИФР. Ну, разумеется, в тех случаях, когда она показана, то есть, допустим, при олигометастазическом поражении головного мозга, ну, максимум, как сказал, до 10 метастазов, по последним данным. И в таком случае, если мы назначаем, скажем, эрлотинип уже после стереотоксической радиохирургии, то кривая выживаемость намного лучше. Той подгруппой, когда мы назначаем сперва, допустим, эрлотинип, а потом проводим мочевую терапию или на весь головной мозг, или стереотоксическую радиохирургию. То есть, опять же, вот самый лучший вариант – это когда у больных имеется возможность радиохирургии при олигометастазическом поражении мозга и назначение гибиторов ИГИФР, наличие мутации ИГИФР. Но есть и проблемы. К сожалению, рано или поздно возникает резистентность к лечению за счет или возникновения новых мутаций в опухоли, это Т790М, или за счет того, что опухоль меняет свою структуру, и часть, процентов 10-15 опухолевых случаев рака лёгкого происходит трансформация в мелклиточный рак лёгкого, из немелклиточного в мелклиточный, и поэтому более агрессивное течение болезни, или появление новых мутаций. Соответственно, нам нужно также менять тактику лечения. Что касается другой мутации, трансформация АЛК, она тоже показала, есть препараты, которые повышают эффективность лечения, это кризотениб, это алектиниб, новое лекарство, серетениб. Опять же, высокая эффективность лечения, примерно 75-80% полных частических регрессий в головном мозге. И медианная выжимаемость пациентов достигает примерно 15-18, медианное время до прогрессирования, от 10 до 15 месяцев. Вот опять же новые лекарства, это изучаются сейчас от трансформация АЛК, серетениб, алектиниб, бригатиниб, до 70% полных частических регрессий в головном мозге. Это вот новое исследование, которое сейчас проводится в мире, рандомизированное исследование. Что касается именно рандомизированных исследований, в частности, есть исследование АЛК, где изучался алектиниб, и он сравнивался с кризотенибом, с предыдущим препаратом первого поколения, ингибитором АЛК. И было показано, что препарат алектиниб, у него эффективность лечения метастазов в мозге намного выше, 80% эффектов в головном мозге, а у препарата первого поколения, кризотениба, только 50%. То есть цифры высокие, но все-таки новые лекарства, они лучше проникают в ЦНС, у них более высокая концентрация, и благодаря этому они позволяют достичь большего эффекта, процента, и более длительной медианной выживаемости и времени до прогрессирования. Вот еще один новый препарат, урватиниб, ингибитор АЛК, редкая мутация, РОС-1-2% в бродвенах и метод мутации, но опять же высокая эффективность лечения у головного мозга, 56% эффектов. Причем большая часть больных уже получали препарат первой линии кризотениб. Что касается такой актуальной темы, как профилактика метастаза в головном мозге, сейчас активно внедряются новые лекарства, которые все больше и больше концентраций проникают в ЦНС. В частности, опять же, тот же АЛЕКТИНИБ и другие препараты. Что касается, опять же, по поводу риска метастаза в головном мозге у больных, имеющих мутацию ИГФР. Если больные раньше получали, скажем, гибиторы ИГФР первого поколения, у них есть риск до 60%, что в процессе лечения появляются новые метастазы головного мозга. По группе больных с трансферкацией АЛК почти 60% больных также имеют риск в процессе лечения кризотенибом в выявлении новых метастазов. То есть прогрессирование в ЦНС – это наиболее частая причина проблем, которой мы встречаемся в нашей практике. И вот исследование АЛЕКТИНИБ. Показало, что, во-первых, уменьшает в течение первого года почти в более чем 4 раза уменьшает частота метастазов в головном мозге с 41% по группе кризотениба до 9% по группе АЛЕКТИНИБа. И увеличивается медиана времени до прогрессирования, то есть 10 месяцев до 25 месяцев. То есть выигрыши по времени – 15 месяцев. И плюс еще за 1 год, в течение первого года, в 4 раза уменьшается риск повреждения новых метастазов в головном мозге. И вот что касается ингибиторов ВГФР. Если есть мутация Т790М, в этом исследовании АУРА-3, где было показано, что, опять же, под группой с химиотерапией 28% в течение первых 6 месяцев риск метастазов в головном мозге, а под группой оси мертенеба, тагриса, только 11,5% риск метастазов в головном мозге. То есть почти 3 раза, опять же, уменьшается риск появления новых метастазов в головном мозге за счет высокой концентрации препаратов ЦНС. И вот исследование еще, новое исследование ФАУРА. Что оно показало? Оно сравнивало асимертениб, ингибиторы ВГФР третьего поколения, с препаратом гифтениб или ервотениб, ингибиторы ВГФР первого поколения. Что удалось показать? Что во всех подгруппах увеличивается и время допрогрессирования, и медианная выживаемость пациентов, в том числе подгруппе больных с метастазами в ЦНС. Но что нас больше всего интересует? Во-первых, что увеличивается время допрогрессирования, 15 месяцев в группе с оси мертенебом, и только 9 месяцев в подгруппе с ингибиторами ВГФР первого поколения. И еще очень важный момент, что прогрессирование в ЦНС встречается у 6%, только больных, получавших оси мертенеб, почти в 2,5 раза меньше, чем больных, получавших ингибиторы ВГФР первого поколения. 15% риск метастазов в головном мозге. То есть, опять же, видно, что метастазов в ЦНС, и риск уменьшается, и время допрогрессирования, и медианная выживаемость также увеличивается. И вот в конце своего доклада хочу привести клинический пример. Больная молодая женщина 37 лет, Т2Н1М0, исходно получила комбинированное лечение, операцию, и одевантная химиотерапия 4 курса венолибинцисплатин до марта 2017 года. Гистологическая аденокарцинома, она ни ранее не курила, и выявлена мутация 19-ми к зоне гена ИГФР. По ПКТ всего тела в прошлом году не было признаков поражения других органов. Однако, в середине декабря 2017 года появились мощные метастазы в головном мозге, это боли пяти очагов, кистозно-сольдные структуры. Это МРТ было 19 декабря. Плюс еще по ПКТ, метастазы лимфоз влах шеи и корня парового легкого. Клинические головные боли, головокружение, снижение памяти, больная нуждалась в дексаметазоне до 8 мг в сутки. Это вот данные МРТ до начала лечения, 28 декабря 2017 года. Видно, что крупные очаги, кистозно-сольдные структуры, и здесь, к сожалению, есть эра дотаргент терапии. У нас какие возможности? Только бочевая терапия на весь головной мозг и химиотерапия. И медианная выживаемость больных, к сожалению, не превышает в среднем где-то 6-8 месяцев при применении старых препаратов без таргетных мишеней. У этого больной есть мутация 19-го гзинных GFR и на первое дельное лечение мы назначили тагриса. С 28 декабря начал принимать и уже через 20 дней, даже меньше 20 дней, по МРТ головного мозга с контрастом выраженная регрессия сольных компонентов опухолных узлов в головном мозге, в клинике полная регрессия, у нее полностью исчезли симптомы болезни, она перестала получать дексаметазон и нет застойных явлений на головном мозге, которые исходно были. То есть хирурги уже думали о том, чтобы ее оперировать, потому что ситуация была уже такая экстренная. И вот данные МРТ головного мозга с 28 декабря до начала лечения, а внизу видно, что солидные участки практически полностью исчезли, некоторые участки кистозные также уменьшились значительно и, как я сказал, без симптомов и в настоящее время, учитывая быстрый эффект, сейчас она пока не нуждается в никакой терапии дополнительной дегидрационной, она продолжает лечение. И мы ожидаем дальнейших оценки эффекта и по другим органам также. Еще пару слов по литонегиалии, метастазам. Это особая проблема, которая очень, к сожалению, сложной пациентой. Крайне спинальное облучение всего головного спинного мозга, к сожалению, оно часто даже многие больные не получают до конца. Это лечение из-за тяжести состояния, из-за гематологических осложнений. Но что меняет мутации ИГФР? Меняет, во-первых, прогноз, если не мутантный тип ИГФР, то больные живут в среднем примерно полтора месяца. А когда у нас есть мишень, особенно в мутации 19-й в зоне геной ИГФР, то медиана выживаемости может достигать уже 11 месяцев. И вот как раз АУРА-3 показало, что даже достигаются полные регрессии в оболочках головного спинного мозга. А что значит полная регрессия? Полная регрессия – значит, это отсутствие полного исчезновения симптомов болезни, полное исчезновение клиники, и по данным МРТ, также полностью исчезают данные клинические рентгенологические проведения болезни. Кроме этого, нам необходимо подтверждать полную регрессию по данным цитологического уседования спинно-мозговой жидкости. Причем желательно это делать неоднократно, потому что бывают часто и возможно негативные результаты. И вот видно, что даже в этих случаях удается достичь полной регрессии в летомингиальных метастазах при назначении новых ингибиторов ИГФР. И вот в конце что хотел бы сказать, что таргенотерапия, учитывая ее последние успехи, она может являться альтернативой в лучевой терапии, особенно на весь головной мозг, когда у больных множественные метастазы головного мозга. Ну, за рубежом это считается показанием у больных с бессимптомными метастазами. Но, как я показал в клинических примерах, это может достичь быстрых регрессий даже у больных с симптомными метастазами, когда можно вопрос о лучевой терапии или хирургии отложить на более поздний этап, на этап прогрессивной болезни. Но, разумеется, в этом случае мы должны иметь возможность МРТ-контроля каждые 2-3 месяца, чтобы не пропустить прогрессивную болезнь. И количество метастазов в данном случае не является ведущим прогнозистическим фактором, как показал в одном из свадьбов публикации. Что делать при прогрессивной болезни новых метастазов в головном мозге? При одиночных и нескольких это можно оставить терапию таргетной и продолжить и провести либо радиохирургию, радиотерапию стереотоксическую, либо лучевой терапии на весь головной мозг, если невозможно проводить лучевую терапию стереотоксическую из-за локализации, размеров, структуры или других проблем. А если болезнь прогрессивная система, тогда вот единственный вариант это смена лекарственной терапии изучения опухолей на новые мутации и клинические исследования при изучении новых лекарств, которые с большей концентрацией проникают в ЦНС и позволяют нам достичь эффекта не только системного, но и в головном мозге. Благодарю за внимание.